всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел бы продолжить тему предыдущего видео которое вышло в прошлое воскресенье на нашем канале если вы вдруг не видели обязательно смотрите я ссылку оставлю в описании на прошлый ролик в нем я рассказывал как я работаю с плейбэками и в довесок к этому я решил еще рассказать про ну пару идей по работе с меди тех же проектах на самом деле многое и так понятно но я просто еще раз повторюсь и расскажу может быть для тех кто не задумывался об этом но в проекте с аудио собственно дева с плейбэки можно также использовать естественно и midi информацию для различных целей но первая цель это например для того чтобы управлять внешними контроллерами то есть если вы например используете у себя в концертной деятельности какие-то девайсы которые поддерживают внешнее управление по меди это может быть процессор гитарный или вокальный процессор или может быть барабанный модуль какой-нибудь и так далее то вы можете прописать в лоджике изменения собственно на таймлайне то есть под каждой песне вы можете создавать свой регион в котором будут прописаны те или иные команды которые будут ну собственно помогать вам на концерте не отвлекаться на переключение каких-то пресетов на изменениях либо параметров то есть опять же все конечно же зависит от самого железа что он поддерживает то есть что каждый девайс может принимать качестве управляющей меди информации на что реагировать дальше уже собственно должна включиться ваша фантазия благодаря которой вы поймете как вы можете это применить поэтому обязательно читайте мануалы по всем вашим девайсам чтобы хотя бы просто понимать возможности которыми вы обладаете и вы можете собственно это настроить то есть для этого просто создается любой миди трек то есть вы создаете пустой миди регион там делаете его например либо какой-то конкретной длины либо на длину всего трека допустим то есть можно расширить и в него прописать просто какие-то контроллеры то есть вы на сам канал ставите инструмент external инструмент там он или стерео это неважно и сам главное что вы можете посылать миди команды то есть вы можете просто здесь ставить миди destination выбираете свой девайс который у вас подключен к маку нужный до в списке и соответственно этот девайс будет воспринимать по тому или иному каналу информацию с этого миди региона то есть вы сюда можете прописать что угодно как правило это делается через автоматизацию то есть вы выбираете любой миди контроллер у нас их 128 штук от 0 до 127 ну на некоторые как правило здесь уже в лоджике это именно в лоджике параметры такие заданы но ваш девайс ваше устройство может принимать скажем так свои команды по этим каналам поэтому вы смотрите именно на номер канала то есть 64 там 104 и так далее вы можете даже запрограммировать свой внешний девайс опять же зависимости от разработчика от возможностей устройства можете запрограммировать что например у вас насос 106 канала контроллере допустим управление уровнем дисторшина на процессоре вы можете просто задать что в начале песни у вас например дисторшин такой а там концу песни он у вас увеличивается то есть таким образом вы потом когда воспроизводите ваш проект и все грамотно подключено то у вас соответственно в помере воспроизведения будет меняться на процессоре этот параметр то есть и таким образом можно что-то включать выключать какие то устройства то есть если у вас например по какому-то контроллер передается просто информация о включении выключения например включение эффекта выключения то вас получается будет всего лишь два значения это 0 и 127 127 это включена и 0 это там выключена и получается у вас когда идет график здесь у вас выключен эффект здесь у вас он включается 127 и так далее дальше уже говорю все ограничивается чисто вашей фантазии тем как вы можете подружить ну скажем так через миди logic и ваше внешнее устройство это один из таких но я думаю понятных моментов единственный только нюанс что вам конечно придется собой возить какой-то миди девайс есть разные миди контроллеры которые именно предназначены просто по usb подключаются к маку и на выходе имеют там от 4 и даже больше вплоть до 10 это уже раковые девайсы до 10 выходов миди то есть вы можете на 10 разных каналов у меня кстати как раз такой девайс и есть я его здесь собственно вам и показал мил 10 то есть у меня здесь есть 10 выходов на разные миди контроллеры и можно этот девайс собой возить и подключать аж до 10 миди устройств которые кстати мог не только звуком управлять также и светом но по свету это уже отдельная история я честно говоря не разу через ложек и светом не управлял поэтому тут я комментировать особо что-то рассказывать не буду но сама идея такая что все что поддерживает миди управление вы можете настроить но вам нужен будет какой-то девайс следующий что мы можем для чем можем еще использовать миди был кстати такой вопрос после предыдущего видео что как сделать так чтобы у меня воспроизведение останавливалось после какой-то песни потому что вы видите что у меня здесь зазоры между песнями совсем небольшие и если вдруг там я заиграюсь или барабанщик заиграется не успеет где-то нажать на стоп а вокалист захочет что-то сказать он не успеет то что уже начнется следующая песня и в таких случаях просто прописывается миди стоп и лоджи когда до него доигрывает то соответственно после этого он автоматически останавливается вот так это выглядит вот и вы видите что воспроизведение автоматически остановилась вот на этом регионе как создать этот регион на самом деле все очень просто вы также создаете здесь просто на этом треке любой регион его выделяете и открываете event лист и вот здесь в event листе у вас выбранный регион он показывает что у вас в этом выбранном регионе ничего нету то есть никакой миди информации нет и вот здесь вы можете нажать на плюс но спера нужно выбрать мета events то есть мета события вот создаете нажимаете плюс и у вас создается мета события вот в этом регионе то есть оно какое-то она сейчас пока ничего из себя не представляет статус мета первый канал и так далее и вот собственно что делает какую функцию исполняет это мета сообщение вы выбираете вот в этом списке опять же это может быть конкретный какой-то контроллер еще что-то но здесь вот есть уже заготовленный в лоджике контроллер стоп play back то есть остановить play back вот вы выбираете и соответственно таким образом у вас вот это мета сообщение будет стана останавливать скажем так play back в этом нужном времени вот то есть как только до него дошло у меня сообщение остановилась с таким образом очень легко можно останавливать прям автоматически ваш проект то есть и просто вы в нужные места ставить это сообщение прям копируете его и во все эти места когда play head будет до него доигрывать и соответственно вас будет она останавливаться то есть таким образом кстати за этот трюк отдельное спасибо давиду моему другу звукорежиссеру которыми собственно тогда давно довольно давно еще рассказал об этой фишке я как-то ее никогда у себя на практике не принимать не применял потому что либо мы всегда успевали останавливать нужный момент воспроизведения либо просто играли без остановки весь сет-лист но он предложил бы что если вдруг не использовал никогда это очень удобно и я попробовал действительно очень удобно использовать для некоторых проектов такие остановки поэтому давид тебе привет и большое спасибо всем остальным вот тоже вы берите на вооружение там есть разные команды которые можно также прописывать и здесь использовать но самое главное что эти мета команды вот стоп play back он позволяет собственно останавливать воспроизведение то есть таким образом мы с помощью миди можем много на что влиять как внешние девайсы так вот сделать остановки воспроизведения поэтому вдовеса к тому что я говорю в предыдущем видео по организации плейбэйчных проектов вы также можете использовать такие дополнительные штуки чтобы еще ну можно сказать усложнить но с другой стороны и расширить возможности своего живого выступления так что берите на заметку обязательно пишите в комментариях как вам подходит подошло ли что-то из того что я вам рассказал если остались какие-то вопросы также задавайте я с удовольствием отвечу вступайте в наш telegram чат если вы еще не там и также задавайте там вопросы все ссылки в описании подключайтесь там уже полторы тысячи человек которые постоянно общаются обмениваются опытом о работе с лоджиком не только и конечно же подписывайтесь на наш канал лоджик про хелпа что здесь довольно часто теперь выходит новые видео по лоджику и не только по лоджику по работе со звуком по плагинам уже много видео есть на канале если вы пропустили или только подключились обязательно посмотрите там много тем и топиков разобраны и плагинов много разобраны так что обязательно посмотрите но а я всем желаю успехов в творчестве увидимся с вами в следующих видео с вами был дмитрий урсул всем пока